Ремонт алюминиевых деталей Применение алюминия в автомобильной промышленности насчитывает более полувека. Отдельные кузовные панели и целые кузова изготавливались британскими и немецкими компаниями еще задолго до Второй мировой войны. В наше время кузова из легких сплавов широко применяются такими компаниями, как Jaguar, Rover, BMW, Audi. Сейчас из алюминиевых сплавов изготавливаются не только кузова, но и многие детали и узлы подвески и рулевого управления. Механические и физические свойства таких сплавов предъявляют особые требования к организации и проведению ремонта узлов, деталей и агрегатов из алюминиевых сплавов, с которыми приходится сталкиваться многим автосервисам. Перед нами автомобиль Audi A8 с довольно типичным левым переднебоковым ударом, в результате которого повреждено левое переднее крыло, дверь, усилители передних крыльев, кронштейны, крепления рычагов, подвески и лонжероны. Подготовка автомобиля к ремонту и замене поврежденных узлов начинается с частичной разборки моторного отсека и удаления поврежденных деталей. В следствии ДТП данный автомобиль получил повреждения в левую переднюю часть. Мы видим, что верхний усилитель переднего крыла деформирован, он подлежит замене. В следствии удара также были сдвинуты передние лонжероны. На данном этапе автомобиль полностью разобран, продефектован. Сейчас идет демонтаж сломанных деталей. Сняты детали, которые не подлежат восстановлению, так как алюминий, деформация в восстановлении не подлежит. Сварка по алюминию отличается от сварки других металлов тем, что сварка происходит среди газа аргон. Алюминиевые детали требуют себе более тщательной подготовки к сварке. Поверхность металлов должна быть идеально чистой, так как если попадает грязь, качество сварки ухудшается. Отличие ремонта алюминиевых кузомов от металлических составляет в том, что здесь присутствуют и заклепочные соединения, и сварочные. Сегодня мы собираемся произвести замену верхнего усилителя переднего правого крыла. Для этого необходимо установить автомобиль на стапель. Также мы проверим контрольные точки передних лонжеронов. Скорее всего, они сдвинуты. Подготовленный к ремонту автомобиль подается на стапель, где фиксируется по контрольным точкам. Для этой цели используется установочный комплект. Автомобиль загнали на стапель. Данный стапель является универсальным. Для каждой модели идет свой комплект для установки на стапель. Вот в данном случае у нас А8 установочный комплект. Далее будет производиться сборка под контрольные точки автомобиля. Установочный комплект включает в себя набор джик под крепление контрольных точек кузова. К каждому комплекту идет карта для установки автомобиля. По данной карте мы собираем полностью кондуктор под данный автомобиль. Имеется разметка вся, которая нам нужна. Начинаем сборку. Отметим, что от тщательности выполнения этой операции зависит общий результат ремонта и замены узлов и деталей. Автомобиль установлен по контрольным точкам, которые мы уверены на 100%, что они не смещены. Далее будут производиться замеры кузова, устанавливаются дальнейшие шаблоны и оценивать сложность ремонта. Ремонт кузова начинается с исправления положения лонжеронов. Установив шаблон для передних лонжеронов, мы наблюдаем такую картину, что передний левый лонжерон сдвинут на пару миллиметров буквально, а передний правый лонжерон сдвинут влево и вниз. Установка лонжерона на место проводится его вращением после ослабления крепежных гаек. Несмотря на то, что удар пришелся слева, установки требуют оба лонжерона. На данном этапе передние лонжероны у нас зафиксированы, установлены на штатное место, затянуты. Теперь можно приступать к замене верхнего усилителя переднего крыла. Демонтаж старой детали начинаем с удаления клепок. В передней части имеются пять заклепок, которые удаляем. Далее зачищаем сварочные швы и удаляем деталь. При зачистных работах с алюминием образуется алюминиевая пыль. Алюминиевая пыль является взрывоопасным, поэтому и нужно при зачистных работах использовать вытяжку. Сварные швы удаляются с помощью болгарки и отрезного круга. В отдельных местах части старых деталей можно отделять и с помощью зубила. При работе с алюминиевыми деталями стоит помнить, что в отличие от стальных, они не меняют свой цвет из-за нагрева при работе с отрезными кругами. Будьте осторожны, чтобы не получить ожоги от горячих деталей. На данном этапе мы демонтировали старую деталь, удалили шварочные швы, заклепки, зачистили. Сейчас получили со склада новую деталь. Начинаем подготовку к монтажу новой детали. То есть деталь загрунтованная, а сварка по алюминию требует особого отношения к подготавливаемым поверхностям. То есть нам нужно удалить все остатки заводского шва и зачистить грунт на новой детали. После удаления заклепок и поврежденной детали следует зачистка металла и подготовка свариваемых поверхностей. Мы закончили подготовку деталей, удалили остатки сварочных швов и подготовили новую деталь в сварке. Зачистили со всех сторон, чтобы не было грунта нигде в районе сварки. Теперь начинаем монтаж новой детали. Следующий этап – крепление новой детали на заклепках. Деталь установлена на штатное место, все поверхности подготовлены, зафиксирована деталь. Сейчас будем начинать с клепки, устанавливать заклепки на деталь на старые места, где стояли. Далее будем производить сварочные работы. После монтажа деталей, устанавливаемых на резьбе и клепке, можно приступать к сварочным работам. Прежде чем приступать к сварке, мы установили заклепки, так как при сварке алюминия металл имеет свойство деформироваться. Для соблюдения мер техники безопасности мы укрыли автомобиль незабираемыми покрытиями. Также под рукой необходимо иметь огнетушитель. Также при сварочных работах используем вытяжку, так как при сварке выделяется большое количество дыма и паров металла. Сварка алюминия осуществляется в среде защитных газов. Газ, который используется при сварке алюминия, используем газ аргон. Сварочный аппарат имеет множество настроек. Настройки выбираются в зависимости от толщины металла. Здесь настраивается ток сварки и величина дуги в зависимости от работ, которые нужно произвести. В данном случае мы работаем с металлом толщиной около двух миллиметров, поэтому ток задаем в параметрах около 50 ампер. Непосредственно перед самой сваркой необходимо счистить оксидный слой с алюминия, так как алюминий имеет свойство окисляться на открытом воздухе. То есть для этого используется щетка из нержавеющей стали. После окончательной зачистки свариваемых поверхностей можно приступать к сварке. Сварка ведется небольшими участками и с контролем качества шва. Для того, чтобы не повредить сварной шов, нужно защищать его с особой осторожностью. При проведении сварочных работ крайне важно обращать внимание на защиту кузова от попадания искр. Замена деталей заканчивается заключительной очисткой, продувкой и нанесением герметика. Зачищенная герметиком деталь готова к покраске. Кроме кузовных деталей в современном автомобиле применяется немало и других узлов и деталей, выполненных из легких сплавов. Об особенностях их конструкции, эксплуатации и ремонта рассказывает Петр Корнилов, представитель компании «ЦФ Трейдинг». На нашей маленькой импровизированной выставке представлены легкосплавные конструкции, которые активно используются в подвеске современных автомобилей. Пионерами, надо сказать, естественно, еще в середине 60-х годов были спортивные автомашины. А пионерами в массовом серийном производстве выступили автомобили «Ауди». Они были лидерами, и кузов был алюминиевый, и детали подвески. Алюминий оказался сложным материалом, не все так просто отдавалось. Здесь сначала ресурс его был существенно ниже, чем металлических. Тем не менее, постепенно, занимаясь металлографическими исследованиями, занимаясь всевозможными структурными изменениями при отливке, ковке материала, мы добились того, что алюминий прочно вошел в конструкцию автомашины. Вот здесь очень хорошо виден рычаг для BMW. Это очень мощный узел, он держит очень большие нагрузки в своей эксплуатации. Современный автомобиль сейчас это, как вам сказать, целый комплекс, в котором нельзя говорить отдельно об амортизаторе, или о какой-то опоре, или о каком-то рычаге. Мы его проектируем всю подвеску, проектируем, так сказать, равноценную, под единое задание, и что-либо убавить, что-либо изменить уже невозможно. Я хочу сказать, что, естественно, применение новых материалов требует и новых технических знаний, и новых технических подходов. Здесь требуется применение специнструмента и, ну, достаточно нежного подхода. Вы понимаете, что такой рычаг стоит достаточно дорого, и погубить его при установке просто за счет какого-то незнания просто обидно. Вот. Ни в коем случае нельзя монтировать, нельзя затягивать шаровые опоры с помощью ударного гайковерта. При применении ударного гайковерта происходит облом резьбовой части шарнира. Естественно, весь этот рычаг надо будет выкидывать. Существуют некоторые кулибины или там специалисты, которые выпрессовывают вот эти шарниры и пытаются в алюминиевый рычаг заново запрессовать, так сказать, какой-то шарнир. Делать это тоже нельзя, потому что весь узел сделан равнопрочным. Конечно, кажется, обидно выкидывать все это сразу, но это, к сожалению, придется делать, потому что это не только дорого, но это еще и безопасно. И мы платим за безопасность. Шарниры, которые сейчас здесь стоят, это уже тоже достаточно сложная металлорезиновая конструкция. И применение резинки здесь служит тому, что маленькие вибрации, которые возникают, гасятся уже самим этим шарниром и не передаются дальше в подвески. Есть варианты, когда сюда пытаются вставить подходящие шарниры, ну, не сюда или в подобного рода конструкции, пытаются вставить шарниры, подходящие по диаметру, их как-то запрессовывают, и они не гасят этих вибраций, на которые они рассчитаны. Значит, как следствие, все вибрации передаются дальше по цепочке в машину, и в итоге у вас отказывает какой-то более важный узел. Никогда нельзя менять одну сторону. Если вы меняете один амортизатор или один рычаг, то обязательно нужно менять и вторую сторону. Дело в том, что амортизаторы сделаны тоже равнопрочными, они равномерно изнашиваются. Если один потек чуть-чуть раньше или был пробит раньше, будьте уверены, что второй амортизатор тоже уже на грани. Я еще хочу сказать о том, что современные амортизаторы, современные детали подвески машины, они все очень четко и жестко завязаны системами электронного управления. Если вдруг каким-то доморощенным путем будут введены изменения в конструкцию, или же будет применяться амортизатор, который уже не выполняет своих функций. Все это оказывает влияние на работу электронных систем. И вместо того, чтобы помогать водителю, эти электронные системы будут вносить свои коррективы и ухудшать работу, и ухудшать параметры безопасности машины. Широкое применение алюминиевых сплавов в автомобиле обеспечивают ему лучшую экономичность, динамику и долговечность. Но все эти достижения могут быть сведены на нет неквалифицированным сервисам. Вот почему так важно соблюдать технологию ремонта и замены деталей, узлов и агрегатов из алюминиевых сплавов. Благодарим за помощь в подготовке видеосюжета автосалон Audi Center «Варшавка» и компанию ZF Trading.